господам я собрал вас сегодня для того чтобы обозначить я собираюсь купить госпожу сладость это не вопрос это не обсуждение это не просьба это факт фонд разумеется мне ее не продаст но у меня есть идеи как ее приобрести если вы меня конечно понимаете позвольте я обрисую на что подписываю вас женщина гуманоид ростом примерно два с половиной метра и весом 101 килограмм внешне идентично обычной женщине за исключением розовых волос и радужных оболочек глаз вдоль внешней стороны левого бедра вытатуированы слова госпожа сладость из маленьких господ доктора развлечудова все еще не поняли для чего нам это вложение три слова игрушка для девочек детям наших богатых клиентов будет интересно если какого-нибудь бродягу сделают единорогом и подружка и единорог играя не хочу теперь поняли итак кто голосует за хотя мне все равно господина деньги продали еще как продали и ее продадим и поверьте расходы на ее поимку будут мелочью по сравнению с прибылью от продажи ну вот и все верно точно угадали я госпожа сладость единственная госпожа среди нескольких первых партий господинчиков как-то единственная девушка смур все же помнят в мире женщин больше пятидесяти процентов надо признать единственный персонаж женского пола которым разбавили мужскую компанию это коряво у вас вопросы у меня вот тоже есть пока не тоже не вдомек откуда мы все здесь взялись как большинство из нас память у нас путается особенно со всеми этими вмешательствами нас же почти всех приходилось периодически настраивать думаю кое-кто из моих братьев и сможет ответить но не могу сказать кто именно человек ли я от рождения была ли у меня жизнь до превращения господинчика или в моем случае маленькую госпожу не знаю не помню думаю правильнее будет сказать что воспоминание у меня вагон и изрядная часть от них друг с другом не стыкуется вспоминаются три разных празднования моего пятнадцатилетия в одном случае это была кинсеньера в базах данных по пропавшим бизнесе меня нет проверено лицо меня наверное не то что было дано от рождения и тело тоже вообще-то в одной из линий моей памяти я парень иногда я не сплю по ночам и гадаю может быть и на самом деле есть какой-то парень 20 с чем-то лет которого похитили прямо с улицы и переработали воплощение чьих-то извращенных фантазии женщине могу добавить что хромосома у меня не xx и не xy может быть я всего лишь производственная ошибка мне точно известно что люди развлеченного пытались кардинально перекраивать мою личность как минимум три раза а забыть заставили наверное того больше мятежный дух так один из них меня характеризовал проблема в тему значит не вписывается женственности не хватает или сладкости чтобы быть госпожой сладостью как по мне малость нечестно сверхспособности ага ну да я их не воспринимаю как сверхспособности если угодно они входят в мою природу признаю природу меня страшноватая хотя это не так и плохо по сравнению с первой версии меня когда тело у меня было в буквальном смысле метаточивая и состояла из конфеты сладостей а не крови и костей здоровье было подорвано просто к чертям болевые ощущения остались и заболеть можно было вот только на каждый вирус мое тело реагировало неожиданно и воистину мерзко после одного случая когда меня рвало с львовым пудингом две недели к ряду разве чудовски от этой идеи отказались наотрез снова дали мне тело из плоти и крови теперь я по сути обычный человек только любой кто меня увидит сразу же влюбляется платонической ли любовью романтической или такой которую можно испытывать домашним питомцу или даже другие варианты понимания слова любовь это от человека зависит и не сказать чтобы с этим у меня все всегда складывалось хорошо однако имя сладость не только в этом смысле проявляется сострадательности вам немного сострадая не хочу мне до всего есть дело даже больше чем надо от этого даже неловко помню меня по этой линии рекламировали и кажется мне этим воспоминанием можно доверять вряд ли разве чудов будет внедрять такие воспоминания которые не вписываются в мою тему хотя конечно они могут быть умнее чем я считаю и они со мной балуются реверсивной психологии но это навряд ли они не настолько умны знаете в один из сеансов настройки они всерьез пытались проявить мне глупость какой из этого вывод я их за это не прощу если за имечком развлечь чудов и стоит какой-то человек то у этого человек уж точно есть член кстати имя госпожа сладость меня не настолько напрягает как вы могли подумать она знаковая знак правда корявенький но в моем положении выбирать не приходится когда ты единственная женщина большинстве списков господинчиков события развиваются весьма интересно кое-кто из других господинчиков меня влюблялся вернее они так говорили хотя вели себя при этом как подростки пыльным мешком трахнуты например тот же господин задание или господин буря или господин перо а также добрая половина тех кто не видел во мне мамочку а это и само по себе хреново еще кстати мужчины меня по моему не интересует вообще так что вместо слов весьма интересно можно смело вписывать от плохого к худшему что слишком резко сказано прошу прощения не нарочно они мне нравятся серьезно они мне даже не безразличны все они мне нравятся даже господин полосатый все кроме это я помню до сих пор развлечудов пытался стереть мне память но она никак не стиралась такой не сотрешь хотелось бы верить что пользы от этого не было бы и объяснять тоже толку нет нет ни изнасилования думаю от людей даже полосатому не понять бессмысленно объяснять что случилось вам все равно не понять запомните одно когда он это делал в глазах у него стояло восхищение надо мне его найти добраться до него пока не добрался господин полосатый или господин безумец или кто-нибудь из остальных не все остальные знают подробности 1 2 может кое-что и знают естественно остальные наслышаны шило в мешке не утаишь а теперь по душе господина рэда идет целая орава не по моей просьбе правда если в комнате среди парня ты единственная женщина они либо видят в тебе объект либо идеализируют либо и то и другое с тем же успехом я могу быть госпожа заточенная принцесса а они все господа принц на белых конях может быть стоит им сказать что я возможно был когда-то мужиком но тогда они могут и на меня охоту объявить помню что разве чудо сделал господином жаром когда застал его целующимся нет про это думать не буду полагаю возражать слишком сильно я тоже не могу господин рэд не только меня страдать заставил думаю мне еще не хуже всех досталось просто мне повезло оказаться на виду я не хочу чтобы они добрались до господина рэда потому что я не дамочка в беде как бы разве чудов мне эту роль не навязывал остальные призывают отомстить за мою память как будто меня уже на свете нет словно я какой-то человек было бы неплохо они просто мстят во имя того что было раньше мне присуще во имя невинности наивности глупости ну да прошлому для меня возврата нет но я все еще живу на свете не нужны мне их страдания я не какая-нибудь жертва у меня есть планы причем не только очевидные конечно у меня в кармане пистолет и конечно я хотя бы попытаюсь выстрелить ему в лицо сейчас это уже практически обязательство но это только начало если честно когда начнется и шпиль я собираюсь залечь на дно господина рэда я знаю против него в лобовую атаку идти нельзя но когда пыль улежется все устаканится вы бы знали какие ресурсы можно накопить какие связи завести когда все думают что любят тебя вот бы лично посмотреть как его возьму или на его лицо стоя снаружи его камер содержания последний раз надеюсь вообще-то он не всегда нравился есть и хуже способы провести остаток жизни как там этот старый стих назывался из того сборника который мне дали когда пытались привить мне правильную женственность а да месть сладка вот видите даже в тему вписывается а какой рассказ дорогой друг ты хотел бы услышать следующим пиши в комментариях